Никита Дмитриевич, в первую очередь я хотел бы, конечно, поблагодарить вас искренне за то, что вы согласились встретиться, правда, и нашли время, потому что график у вас плотный. Мне очень лестно тому, что вы говорите, потому что услугу делаете вы мне, а не я вам. Я сижу здесь, и у меня каждый час по интервью, так что мне особенного неудобства нету, а вы тратите не только ваше личное время, но и время кинооператора, так что большое вам спасибо. Спасибо. И, знаете, я хотел бы прям с главного начать, а мы с вами вели, как я сказал, какое-то время переписку по e-mail, чтобы понять, о чем нам поговорить. Я вот хотел бы начать с главного, ситуацию вокруг открытия выставки экспозиции, посвященной семье Лобановых и Ростовских в Ростовском музее. Вот я много прочитал в интернете ваше интервью, интервью Коровской или там других СМИ, но мне хотелось бы, чтобы вы еще раз высказали, в чем там загвоздка в данный момент происходит, потому что здание уже подготовлено к экспозиции. Загвоздка отражает менталитет и способы работы Министерства культуры, где царит абсолютное беззаконие. Министерство культуры письменно ассигновало деньги на ремонт дома в Ростове, ассигновало на него деньги, реставрация началась и потом тело замяли. В результате этого в конце концов я написал письмо премьер-министру, высказывая свои соображения насчет сплошной лжи, который замминистр культуры Российской Федерации нес на эту тему и который сам себя опровергал, потому что в предыдущих письмах он делает, что по инициативе директора Музея Ростовского Кремня Королской мы поддерживаем его предложение «Мы и будем делать музей Ломанов Ростовских в Ростове». Потом появились обстоятельства, где три дорогих картин, которые я подарил музею, были объявлены фальшивами. Да, но там, как я выяснил, до сих пор никто не назвал имена экспертов. Хуже этого, я их подарил нас вместе с экспертизами на две русские картины от наилучшего эксперта СССР и России, который издал основные труды на эту тему, другая картина аналогично воспроизведена в книге этого эксперта, а третья картина «Брака» по телевизору была показана, как эксперт после исследования говорит, что она фальшивая, потому что в ней белила титана. Но, к сожалению и к счастью для меня, она настолько узкого диапазона знаний, что она не знала, что во Франции белила титана употреблялись с 1919 года. А некоторые говорят, что индустриально в России они тоже употреблялись. Так что сейчас завели уголовное дело даже в Ростове насчет этих картин. Как-то никто не указывает, где эти картины. Но, как вы знаете, все уголовные дела в России под крышей. По телефончику указывают «замедлить», и это может быть еще на протяжении 20 лет. Так что на данный момент я не получил ответ на свое письмо Медведеву. И, как вы заметили, он написал на моем письме замминистру, Голодец заняться медицином, были инспектора от Министерства культуры в Ростове. Ничего до сих пор не происходит. И им придется замять это дело. Потому что, если правда раскроется, то слишком много еще служащих в музее, директоров, во-первых, и в Министерстве культуры. Это все свои люди под той же крышей и той же кашей. Так что какие-то радикальные изменения должны пройти в России, чтобы это изменилось, и я их не вижу. Однопартийная система длилась 300 с чем-то лет Рюриковичей, потом диктатура пролетариата была 70 лет. Ну и посмотрим, сколько нынешняя продлится. — Хорошо. Вот я уже упоминал публикации воспоминаний княгини Веры Дмитриевны Лобановой Ростовской. Это ваша бабушка. Рассказы до глубины души меня потрясли, потому что за этим всем видишь не только переживания самой конкретной семьи и людей, но ты можешь прочитать, как развивались события в целом в стране, в частности в Петрограде и в Москве. — И в Петрограде 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 и в Петрограде. — Вот. И вопрос мой, а почему только сейчас вы собираетесь публиковать? — Это огромный грех в моей биографии, потому что я получил эти рукописи во время перестройки, то есть, скажем, в 88-м, 89-м году, когда мой ближайший друг Леонид Ратиев в Софии мне их передал. Они лежали у него, я не помню, по какой причине они были у Ратиева, которые были ближайшие наши друзья. Значит, 35 лет они у меня пролежали, и я никогда на них не смотрел. Тут наверняка есть подсознательные причины, но, к сожалению, товарищ Ройн не сидит на вашем месте, и я не могу обсудить, почему и как. Но вот реаль. И только в прошлом году я на них посмотрел и осознал, что это изумительное произведение, которое, я надеюсь, в дальнейшем будет распространяться, потому что через него большинство людей увидит, что без никакой политической, идеологической злобы написано личное переживание глубоко религиозного человека, но по своему статусу социальному и семейному был присущ к верхам и низам Российской империи. Но при этом она пишет абсолютно с христианской позиции, и человека, глубоко любящего свою страну, больше того, совсем не зазорно, когда для нее было изготовить для вашего, по-моему, отца, да, ваш отец, из каких-то подручных материалов обувь. Меня это потрясло вообще, когда княгиня может сделать это. Я надеюсь, что когда это издание выйдет в тысячу экземпляров, эту книгу можно будет представить в патриархию, где, может быть, найдутся люди, как, скажем, Иларион, который поймет силу этой книги и решат ее издать уже многотиражно, и тогда она, как раньше говорили, всесоюзно по всем церквам Российской империи разойдется на благо читателям, потому что, во-первых, это написано чистым русским толстовским языком. Так что люди могут вспомнить, как на Руси говорили нормальные люди. И события, конечно, есть отделы, которые читаются просто как боевик, как, в основном, побег, акерман, камыши, рыбаки такие, мошенники какие-то. Но меня потряс, там один есть момент, конечно, не совсем корректно нам сейчас обсуждать это, потому что люди, которые будут смотреть, они не читали. Но я только замечу, что когда пришли арестовывать вашего дедушку, то он сказал никаких демонстраций. Это меня потрясло. И там был в гостях один из ваших друзей, ну, друзей вашего деда, который практически, ему плохо стало с сердцем, потому что он видел, пришли большевики арестовывать, но это было абсолютно спокойно, без истерики. И вот мне кажется, это то, что сейчас очень небольшого количества людей есть в нашей стране, когда ты можешь соблюдать честь свою до самого конца. Потому что они настолько были религиозны, и мой дед, и моя бабушка, они всецело предали себя в руки Господней. Причина, например, почему, в конце концов, они участили в Болгарии, только две. Потому что мой дед интересовался, во-первых, православием, и во-вторых, музыкой. И Болгария – православная страна. А хор в соборе Александра Невского был хор национальной оперы. Так что этот хор считался один из лучших. И подтверждение к этому был такой известный дирижер австрийской беременской филармонии Караян. Караян нанял на много лет хор болгарской оперы, из него сделал самым лучшим хором в мире 30 лет назад. Это просто объяснить, насколько религиозны были оба бабушки и девушки. Вы мне прислали документ, просто не документ, а справка, что 8 февраля 2019 года, следующего года, исполнится 140 лет со дня подписания договора, Константинопольского, мирного договора между Россией и Турцией. И там сказано, что ваш дед, он присутствовал при подписании договора. И вообще, насколько важной является сейчас эта дата для современной России? В наших условиях это родственник, не мой дед подписал, он был министром иностранных дел затем Российской империи и года два тому назад... Наверное, дядя у вас как там правильно назвал? Нет, Александр Борисович Лавровов в сутки был изумительным человеком и Лавров два года тому назад его назвал самым удачным министром иностранных дел Российской империи. Сейчас, почему этот вопрос меня интересует? Потому что я считаю, что он важен по двум и разным причинам России и Болгарии. И Турции сейчас? Турцию мы оставляем в данный момент в стороне, ибо она претензий не имеет. В чем дело? И почему это меня волнует? Россия объявила войну Турции, будучи абсолютно неподготовленной. Казна была пустая, флота не было в результате Крымской войны, и у армии не было оружия, и она не была готова к войне. Это редкий случай, когда диктатор или император делает эмоциональное решение. Ему подали доклад о расправе турками апрельского восстания болгар, где, как в Косово, их беспощадно резали. И Александр был настолько возмущен и возбужден, что он написал два слова на обложке «освободить Болгарию». Будющий самодержавие никто, как если это был Боясьев Боясьевна, не могла заикнуться. И Россия объявила войну. Солдаты, как православные, и тогда, наверное, им промывали мозги в другом контексте, чем, скажем, 50 лет назад, они шли на эту войну убежденные, что они идут освобождать братьев христиан. славян. Славян. Почему-то роль России не отражена достаточно хорошо в интернете, и в интернете до два месяца тому назад было только две строчки об этом. Вы имеете в виду в Википедии, скорее всего, в общей энциклипедии? Когда вы смотрите в интернет и пишете об этом, было две строчки. Сейчас с болгарской точки зрения часть интеллигенции при разных правительствах толковала, что русско-турецкая война была побуждена Россией по империалистическим причинам. это завоевание Босфора и Датонелла, чтобы дать возможность российскому флоту выход в Средиземное море. Это всегда была мечта любого российского правительства. Но в реале, в данный момент, в этой войне, это не соответствует фактам. и потому как в России, так и в Болгарии нужно проагетировать эти обстоятельства. А они мне близки, потому что Лобанов Ростовский подписал мирный договор, в который он включил три параграфа абзаца из Сан-Сельфановского договора, которые позволили создание независимой Болгарии и создание шесть месяцев после подписания Болгарской Конституции. И меня как-то очень обидел тот факт, что часть болгарского общества искажает тот факт, что Россия потеряла 140 тысяч человек, чтобы создать независимую Болгарию более-менее в том месте, где она сейчас существует. И где Россия проиграла войну, потому что когда российские войска подошли к нынешнему Истамбулу, тогда Константинополю, генерал Гурко, переодевшись тайком, вошел в Стамбул и просматривал, как ему лучше его оккупировать. Англичане объявили России, что их флот стоит в проехах, и они открывают огонь по российским бойцам и объявляют войну России. Россия еле-еле справилась с турками и не могла. И потому Россия согласилась. И Англия выиграла эту войну не потеряя, потому что одного выстрела не сделала. А Россия пришла отойти. Но болгарам нужно вдолбить этот факт. И в этом контексте я, во-первых, заказал большую картину на тему подписания мирного договора с участниками и подарил его 6 месяцев назад историческому музею в Софии. Директор исторического музея, директор исторического музея, который там служит уже 20 лет, не знала об этом договоре. Это основа создания болгарского государства сегодня. Чтобы дать больше пропаганды я заказал еще больше картин у мужа русской художницы, которая сделала первую картину, чтобы ее отправить в музей города Плевна, где Гурко в общем разбил основу турецкой армии. И это было начало гибели турецкой армии. Там была построена панорама наподобие панорамы в Советском Союзе. И потому очень будет явно и видно. И чтобы еще больше навязать эту тему, я у него заказал картину на три четверти меньше, которой в октябре я подарю российскому посольству в Софии. И буду их просить взамен сделать круглый стол и что-то в Болгарии, чтобы дать гласность. И тут нечего искажать душой и фальсифицировать исторические факты. Россия пошла освобождать вас. И Лобанов Ростовский был орудием, который подписал договор и создал ваше государство. Вот что меня волнует и чем я буду заниматься в Софии, когда я там буду в октябре. Ну вот чтобы закончить с этим вопросом. Но сейчас реальность в современном мире, в частности в Европе такова, что из тех стран, которые в результате этого договора были образовались, это Румыния, Черногория, Сербия и первое государство, как там было написано у вас, болгарское, первое формирование болгарского государственности. Так вот из этих стран только Сербия можно назвать та страна, которая действительно считает, что отношения с Россией нельзя никаким образом, не то, что портить, это очень важное отношение. А все остальные страны, конечно, Советский Союз много сделал обратного плохого в отношении Румынии, скажем. Я думаю, что есть политические реалии. По запросу которые делаются такие американские компании Блумберг вы имеете Блумберг это агентство? это агентство. Другая. 80% болгарского населения прорусское. Но правительство все анти. Почему? Потому что они живут на дотатах Евросоюза и на взятках Соединенных Штатах. Ну вы громко можете говорить официальное взятки. Говорю это как болгарский гражданин. А вы еще и болгарский гражданин. Вот мой паспорт болгарский. Правда? Еще. Так что помимо российского у вас болгарский есть? Я родился Болгарии. Я делаю очень много для Болгарии. Нет, это я не сомневаюсь. Это позволяет ездить по Европе без визы и стоять без очереди на аэродромах. Единственный человек в нынешнем болгарском правительстве это президент который прорусский. Но к сожалению в Болгарии не президентская власть как в Соединенных Штатах как в России а парламентская власть. Власть в премьер-министр и в его министры которые все лакей. Так что Нет. Конечно я это все понимаю но мне хотелось чтобы вы это сказали. Я вам это говорю и это была трагедия и может вы читали мою статью когда уезжая из Софии патриарх Кирилл обрушился на президента Болгарии обвиняя его в том что он в официальной речи благодарил не только Россию но и румын и серб других которые участвовали в ополчении. Это известный факт Болгарии когда вы входите в собор Александра Невского огромный собор в центре Софии у двери с правой стороны висит таблица где это отражает факты ополчение которое воевало было многонациональности даже финны были те которые были в турецкой империи не мусульманами были причастны и стремились к независимости и они прикнули к российским войскам и воевали вместе и этого патриарх Кирилл или не хотел знать или не знал и обрушился на несчастного единственного друга России правительства Болгарии Ух да сложные все эти вопросы и самое главное что я четко понимаю для себя что то что вы естественно больше знаете но я как обычный обыватель читая в интернете и смотря новости я только могу самую верхушку айсберга даже не то которая там ближе к воде только вот самую верхушку айсберга понимать все остальное для меня скрыто мы все находимся в неизвестности дезинформации по крайней мере 70 процентов того что мы воспринимаем так что а сейчас этим овладели СМИ до такой степени что я не ничему сейчас не верю вообще больше того я понимаю английский я смотрю новости американские и понимаю ребята вы мне хотите лапшу на уши поверь вот потому вчера мне обвинял человек который брал у меня интервью у меня были блумберг новости они финансовые и политику они мало волят они говорят просто статистику которая отражает реаль так что вот эти не политические но финансовые программы являются основным способом воспринятия информации но я тоже слушаю регулярно и арабского алджизира потому что тогда видно и точка зрения их то есть вы смотрите французский английский русский да потому что все они имеют свои предубеждения но чтобы понять представляете простому человеку это невозможно вообще разобраться вот самому обычному мне очень трудно разобраться но вы вас сложно назвать простым человеком мне по крайней мере интересно видеть те как кто врет когда министр иностранных дел Афганистана говорит нет наши власти держат этот город между Кабулом и Кандагаром который ключевой держит эту магистраль все в порядке следующая программа Талибан во всем городе так что Никита Дмитриевич вот я прочел что вы выступали с предложением создать российскую национальную портретную галерею по моему совершенно замечательная идея так вот что с этим я понял что прочел что и Путин поддержал вашу инициативу по телевизору ее объявил и что в итоге какая сейчас ситуация с этим за первый год все шло положительно тогда министром иностранных министр культуры был Авдеев была создана программа все было подтверждено изменился министр пришел Мединский по-моему и начали процедуральные процессы которые оттягивают и музейная верхушка в России противилась и это дало возможность тогда министерству культуры оттягивать и мы дошли даже до унижения где я им предложил сделать реестр по крайней мере и на это министерство культуры тактически зала это более уместно министерству просвещения заниматься так что это дело мертвое я понимаю директоров музеев им гораздо удобнее давать картины в аренду за рубежом ездить в командировки чем строить и одалживать картины национальную портретную галерею которую было бы гордостью истории россии у них у всех очень хитрые доводы но явно эти доводы для многих вне россии неубедительны потому что национальная галерея в Англии является часть национальной истории в Вашингтоне и так далее так что убеждать местных товарищей невозможно потому что покуда идет это взяточничество ничего нельзя будет сделать знаете я много очень читал Ваших интервью как негативных так и положительных чтобы понять где примерно не баланс а где примерно ну как люди реагируют на Вас как на личность как на на персонале я еще раз подчеркну Вы мне чрезвычайно интересны и симпатичны поэтому в этом смысле я не профессионал журналист а журналист обычно пытается какие-то колкие вопросы задавать у меня другая задача я готов дорогой у меня опыт у меня совершенно другая задача как бывший язык я на все вопросы готов нет у меня как раз по другому то что Вы живете в Лондоне на мой взгляд многих как раз может сильно раздражать понимаете тот факт даже или Соединенные Штаты если бы Вы жили может быть в Болгарии например это было бы легче я имею ввиду возвращаясь к разговору о портретной галерее когда говорят вот Никита Дмитриевич Лобанов Ростовский так все замечательно и потом чувствуется живет в Лондоне и я чувствую прям раз как бы уважение к этому человеку почтение оно сразу идет вниз я не говорю что надо переезжать я просто на мой взгляд это реальность я следую я следую примеру семей нынешних правителей России и олигархов весь цвет сегодняшней Российской империи их семьи живут в Лондоне в Парижове или в Нью-Йорке я простой человек следую их к примеру вышло так что по случайности я вышел женился на Гринчанке но в основном я живу там потому что это одна из немногих стран где вы можете судить правительство за деньги которые правительство вам обязано дать чтобы нанять адвоката и его судить когда вы живете в такой стране то неудивительно почему ежедневно в нее прут миллионы людей нелегально каждый день в Англию из-за того что она на остров приплывает тысячи человек в Соединенные Штаты подписка многомиллионная людей которые туда хотят переехать в этот ад ужасная страна и почему-то со всего мира туда люди прут я не знаю какая заявка возвращенцев в Российскую империю но можно 200 тысяч человек скажем ну даже 300 тысяч человек по сравнению с миллионами которые прут ежедневно хотят попасть рискуя жизни в Великобританию и в Советский Союз в Америку в Великобритании и в Америку я ошибся видите я дислексик и сделал вот сейчас вы меня поймали и доказали почему я дислексик это ошибаются все ошибаются все но мне еще хуже потому что у меня серьезная дислексия я вас не хотел поймать я просто хотел чтобы быть слава Аллаху что вы это сделали хорошо невероятно интересно с вами разговаривать просто удовольствие вот смотрите памятник примирения безусловно для меня важный но я насколько в интернете прочитал как всегда в нашей стране очень много людей с разного мнения и я был очень удивлен конечно опять деятели или там люди принадлежащие к организации общественной организации суть времени вы смотрели мой фильм они у меня есть в фильме которые против того они очень просоветские так они более всех негативно отзывались о вашей инициативе вот подождите вопрос знаете в чем вы удовлетворены тем как установление этого памятника освещалось в СМИ особенно в либеральных по-моему либеральные СМИ обошли это в общественном я вообще не знаком ими единственные мои контакты это с военно-историческом обществе где я вижу что директивка им затормозить и будет ли этот памятник или не будет пока неизвестно подождите его не его не установили нет даже не начали работать потому что насколько я понял когда смотрел в интернете информацию что должны были его установить 4 ноября должны были решения и прочее но сверху было по вертушке указано затормозить у вас есть ваше мнение почему это произошло частично вы мне подсказали во первых в России коммунистическая партия является второй по большинству и 27 процентам населения голосует за нее во вторых идеологически большинство населения в России поляризованное и правителю логично по крайней мере затормозить эту идею чтобы не создавать лишнюю оппозицию это я думаю нормальный эффект да но это это довольно печально только очень смелые диктаторы как Франко который успел это сделать и очень удачные и хитрые политики как Браун который сделал это в Ирландии или же выхода другого кроме резни в Южной Африке не было и которые решили прийти к примирению несмотря на оппозицию мне кажется иногда что с русской культурой произошла трагедия ни больше ни меньше и советское прошлое я не говорю сейчас о частной собственности это тоже очень важно это очень важно особенно в современном капиталистической системе но вот честь совесть которые слова абсолютно затасканы в современном мире в России наверняка будут люди кто смотреть меня они будут на меня пальцем показывать и говорить что вот Сережа эти слова употребляет но мне кажется это очень важные слова насколько это возможно в нашем обществе кто должен эти слова как бы из из того что они затерты придать им значение какие должны быть эти слова морального характера конечно и моральная сила в России является православная церковь государство которое управляется правительством не может этим заняться потому что это противоречит его способу деятельности а православная церковь основана на проповеди Христа где эти критерии являются основой православия так что необходимо и староверам и православной церкви постоянно это проповедовать проблема в том что российская православная церковь дискредитировала себя тоже основательно а поэтому мне кажется что староверы могут как-то усилить свое влияние в России насколько это возможно я не знаю но на меня оставляет очень хорошее впечатление глава старого вера в России самый последний вопрос меня он больше всего интересовал я бы о нем говорил целый день с вами вот вы родились даже не в России вы родились в Болгарии откуда у вас такое стремление к тому чтобы сохранять русскую культуру больше того вас когда уже современная Россия существует вас несколько раз ну к вам поворачивались спиной грубо несколько и продолжают и продолжают и вы все равно настаиваете на своем на тем что это у вас такая за заданная программа и можно и существует ли такая программа скажем у более молодых потомков России которые живут за пределами на последнее я не могу вам ответить на вопрос почему я этим занимаюсь может быть есть субъективные причины другие которым нелегко вам высказать это иллюзия что будучи тем кто я есть то есть потомок тех которые помогли создать Российскую империю я должен это продолжить в своих возможностях я это делал как вы знаете независимо от режимов я открыто был противником режима в Советском Союзе и к счастью будучи ростовщиком в это время и одалживая и давая деньги на прокат Советскому Союзу мне не пришлось пострадать из-за своих открытых антисоветских высказываний но как вы знаете я дарил Советскому Союзу и продолжал делать это в России так что я в своей биографии хотел бы оставить очень четкий след что будучи русским 33 поколений я продолжил часть того что делали мои предки я так же это чувствую по отношению Болгарии где я делаю тоже много для Болгарии у меня есть какое-то необходимое чувство отплачивать за то добро которое я получал например я был студентом в Оксфорде я был стипендиантом и мне очень помогали и в этом отношении я создал за свои деньги факультет планетарной геологии а профессор органической химии который со мной исключительно занимался и даже за свои деньги купил советский учебник органической химии чтобы мне помочь а это легко потому что органическая химия состоится из огромных сложных молекул и очень мало текста то двигал тому назад ему было 90 лет я создал в этот день стипендию на его имя во веки веков на органическую химию в колледж где учился так что у меня есть какая-то необходимость отплачиваться я только вам рассказываю на общественном плане не говоря уже о личностях и так далее но откуда вы энергию берете я думаю что у меня энергия была накоплена тем что я был профессиональным пловцом и эти скажем 10 лет физической нагрузки мне дало две вещи во-первых создание воли потому что если у вас нету сильной воли очень трудно себя заставить плавать 8 часов в день это так скучно это даже скучнее может быть чем изучать бухгалтерию или богословие все эти практические факторы которые вы должны принимать как за правду и эта воля позволила мне потом работать всегда больше чем люди в моем окружении так что у меня была физическая возможность ну были времена когда я вкалывал по крайней мере 16 часов в день работы но как мы уже это выяснили когда к вам поворачиваются спиной вы все равно не опускаете руки вот здесь откуда я опускаю руки когда я вижу что дело безвыходное и перехожу на другой этап как с людьми так и сообщественностью но вы все равно не останавливаете есть другие вещи потому что незачем стараться и бить в стену когда вы знаете что она крепче чем вы есть другие этапы и другие объекты которым легче справляться 4 минуты если у вас есть выбор в мире то вы живете где вам удобно я вам выразил основные политические причины потому что Англия одна из немногих стран в мире где вы чувствуете что государство не владеет вами таких стран очень мало во вторых у меня прекрасный брак с мельчанкой которая России совершенно чужая и для чего насиливать человеку жить в месте где у нее ничего нет потомственная семья огромное количество родных так что нету ни эмоциональных ни политических причин почему мне бы прорывать здесь я знаю англичан немного и могу сказать что наверное большего стресса для человека из Англии жить в России наверное не придумать определенно но это очень мало людям понятно потому что большинство людей в России привыкли жить в тех обстоятельствах в которых Россия находится сегодня и они мало знают альтернативу так что я думаю статистика самый убедительный фактор это не мнение количество людей которые приезжают и поселяются в России каждый год по сравнению скажем людей которые стремятся попасть в иные страны чтобы нам закончить скажите как часто вы бываете в России и вообще что вас заставляет сюда приезжать помимо дел дела это главные причины я приезжаю сюда на общественные мероприятия они бывают три раза в год потом за последнее время я начал здесь подлечиваться а почему здесь а не в другом месте потому что мне покорило подход который здешние врачи по крайней мере в университетском госпитале мне предъявили когда я туда попал после осмотра в первый день я спросил ну что скажете что у меня такого и врачиха мне ответила я не могу вам сказать что с вами покуда мы не изучили вас всего и тут начались исследования которые длились неделю и вот этот поход то есть такое комплексное исследование сейчас продолжается но для молодых зрителей могу вам рассказать один из инцидентов у меня затруднение с головой мне трудно ходить и мне сделали что-то наподобие рентгена шеи я не знаю как это процедура называется до сосуда два сосуда здесь и мне врачи сказали что вы сократились до 2 сантиметра все мускулы и прочее у вас адаптировались к этому но эти две артерии не смогли это сделать и они приняли форму латынского с тогда она мне задает вопрос вы пьете я понял что это русский человек мне задает вопрос и отвечаю нет я водку не пью потому что у меня горит во рту я никогда не пил спиртного на это она мне говорит ну вы наверное пьете вино на это я ответил да я люблю хорошее вино но к сожалению я безумно скуп а вино стоит хорошее вино по крайней мере 100 долларов и больше вне России ее ответ если бы пили бы по бокалу вину с времена вашей юности у вас сегодня может быть были бы испорчены печень но мы знаем как лечить печень но мы не умеем лечить проблему в ваших венах так что уважаемые зрители те которые молодые пейте по бокалу вина ежедневно замечательные замечательные резюме от никита вот видите я даже вино выпью вот вот пейте 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 пейте